Выборы в депутаты парламента Республики Молдова пройдут 24 февраля. Голосовать граждане, которые имеют молдавские паспорта, впервые смогут в Туле. Один из кандидатов в депутаты Георгий Пара накануне встретился с соотечественниками, которые сейчас работают и живут в оружейной столице. Беседа проходила в формате вопрос-ответ. Чаще всего люди интересовались рабочими местами на родине. Многие хотят вернуться. Мы приезжаем, допустим, в Россию живем. Наши дети учатся в этих школах, учатся в хороших вузах. Мы все делаем для того, чтобы наши дети здесь учились в хороших вузах. В Молдавии программу привлечения молодых специалистов с хорошим образованием, чтобы там как-то... Мне было предложение еще до этих выборных дел поехать в Молдову и с Министерством просвещения провести такой круглый стол, что вот данный вуз такой-то, 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 готов принять молодежь, будущих студентов из Республики Молдова. Что здесь плохого? Георгий Пара отметил, что если депутат не исполняет своих обязательств и не ответственен за те поручения, которые дали избиратели, его надо обязательно отзывать. Если Молдаване здесь работают и трудоустроены, я бы только одно хотел, чтобы они были трудоустроены в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и чтобы они чувствовали, что они защищены в соответствии с законом. В Туле будет открыт один избирательный участок на улице демонстрации 134. Начало работы с 7 утра до 21 часа. Ольга Чегинцева, Сергей Давыдов, Новости Тулы.